Доброе утро, мои дорогие! Сегодня очень необычный день Начинаю с маски яйца И с приветствием вас Во-первых, это первый влог На мою новую камеру У меня некоторые уже пишут в комментариях Что, Саша, ты что, коллекционируешь камеру? Потому что я вот вроде недавно В одном из логов говорила, что У меня новая камера DJI И это тоже DJI, то есть это китайская камера Но я немножко поторопилась Предыдущей покупкой То есть предыдущей камерой Потому что она больше именно экшн-камера И качество у нее Не максимально классное Которое может быть А эта малышка, сейчас вам покажу ее в отражении зеркала Посмотрите, как она в одну секунду развернулась Она очень мобильная И качество у нее супер Она не делает такой широкий угол Ну, она делает широкий угол Но не настолько широкий, как нужно Например, когда ты на сноуборде катишься Ну, в общем, там совершенно другие параметры Сегодня необычный день Потому что Ева не идет в садик И это сделала я нарочно Специально Чтобы сделать наш с ней Девчачий день Ну, не сказать, что у меня вообще нет планов на этот день Своих рабочих есть Но я Ева предупредила сразу же Что в таком режиме Она должна быть понимающим человеком Иногда поиграть сама Но она просто хотела такое однажды сделать Потому что у нее была такая сомнительная реакция С одной стороны, она... Сейчас Пойдем к малышочку И еще один пирожок У нее была сомнительная реакция С одной стороны, она этого всегда хотела Именно так, чтобы просто без причины Сделать такое выходное Остаться дома Даже с условием, что я могу отвлекаться на работу То есть она знает прекрасно, что у меня есть рабочие дела Которые... Я не могу просто так... А, сегодня не идем Конечно, могу Но не хотелось бы, чтобы у Евы это так вот отложилось Что это очень легко Ну, потому что действительно Мне придется все равно с кем-то договариваться Что-то отменять Вот, а тут я заранее Позаботилась о том, чтобы не было потом никаких проблем Посвободила себя Вот, и она же любит садик Евик Поэтому у нее была такая радость С одной стороны, что будет вот эта наша девчачья страница А с другой стороны, она такая Ну, сейчас еще я не пойду в садик Да, Мадыш? Исуль, ты меня все узнаешь? Что с мамой? Спасибо, Эгин Камера двигается за полом Вы понимаете? Ты сидел в лицо Та-да-да-да-да Вот я здесь А вот я уже здесь А вот я уже здесь А вот я присела А вот я пристала Избавиться от воздуха в батарее Скажешь? Да За это батарея холодная век живи век учись о боже мой почему там внутри столько грязи очень маленько по выходит то есть у нас стояла на максимальном на максимальная единица тепла да но было не очень тепло от батарей получается причина в воздухе когда воздух вода не проходит я в это уже в таиланде серьезно так быстро проходит сейчас там воздух был вместо воды так это чтобы ты как раз таки наоборот славала свободно в воде это удобно чтобы тебе не было зафиксировано плотно и бывают разные дети бывают толстенькие очень у меня в кровати на мне коска а коска язык на кокоской есть кассу грешню и столько мне хватит хорошо это микрофон поделитесь ощущениями ты сегодня не идешь садик что вы чувствуете я чувствую что у меня надо идти не в садик а покупать игрушки с радостями с мамой я тебе не обещала покупать игрушки сегодня я пошутил я зала так что не интересна да 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 с намеками ребенок счастьем поедает гречку из-за этого нибблера удобно тем что она ее хотя бы берет потому что последнее время от ложки отказывается она ее как только я подношу вообще к ней она ее начинает видимо бояться потому что я и периодически когда чищу носик она отворачивается она видимо не уже рефлекс все что к ней когда вы так подносишь она так уводит но вообще такая штука и и не очень классно использовать с яблоком например потому что ребенок там высасывает просто сок ну то есть твердыми более такими продуктами и в этом соке было никакой пользы нет тем более им вообще сок до трех лет кому концентрирование вообще нельзя а вот для чего-то пюрированного для авокадо например тоже авокадо прям пюрешка отсюда выходит прикольно я иногда даю кусочками надо так ну вот кашу вот только так последнее время ложка она не берет они очень нравится каша позови на гречка гречка родненькая гречка членовчик мама не надела все все устряпано все устряпано да я вижу как ты тянешься тянешься камере так сказать мне пораскрашивать раскрашивать раскраска лицо мама потом будут идти вот это тушь сразу же но тушь вообще я делаю в конце или помаду самому я хочу стрелочки сделать но видишь смотри если тушь мы нанесем стрелки потом будет очень сложно рисовать прям неудобно поэтому надо сначала нарисовать стрелки а потом тушь кофе шикарный как ты думаешь его ты когда вырастешь будешь любить кофе ну ладно что ладно я говорю будешь или нет буду почему не знаю потому что мама и папа любят да вот да это подводка мне вот этот кстати очень нравятся вот эти блески есть шур называется мне вот эти нравятся да ты можешь в камеру вот так показать вот камера тоже вот это просто аппликатором очень удобно наносить видишь это аппликатором ты меня передразиваешь и под брови тоже не надо слишком ты куда уводишь то мне хорошо сколько младшему котику лет один годик конечно он еще не ходит в садик он совсем маленький алло да девочка ты что мне хочешь привести моего внучка ну ладно я сейчас быстренько схожу в магазин а то у меня нет продуктов дома и потом а что-то ему надо купить у него день рождения вот это я бабушка как я не знала что мы его внука день рождения ну ладно пока сейчас папа хорошо я жду бабушка уже сходила в магазин купила продукты и подарок сейчас мы приедем мы пока готовимся мы утепляемся холодно на улице холодно надо утепляться привет внученька малышка с днем рождения сегодня у тебя маленький праздник это твой подарок еди на рожек почти размером с тебя ну ладно иди работай мы остаемся здесь ты что радуешься это мама которая ушла на работу да оставила детей радуется на самом деле я очень счастлива что рот моей деятельности позволяет вот так без потерь без каких-либо проблем отодвинуть мои дела и посреди недели устроить такой выходной и для себя и еле отдохнуть от садика и конечно это не было бы возможным если бы не удаленная работа сейчас все больше людей выбирают профессии с возможностью работать онлайн и более гибким графиком например в онлайн школе дизайна контента до которой я вам уже рассказывала можно пройти обучение с нуля при этом находясь в абсолютно любой точке мира сейчас поподробнее хочу вам рассказать про их курс графический дизайнер с нуля до про графический дизайнер это фундаментальная профессия основа основ в сфере дизайна это специалист который создает любой визуальный контент для брендов например логотипы рекламные баннеры полиграфию сайты оформляет соцсети графический дизайн всегда будет в тренде продуктов на рынке становится все больше и брендам нужно будет запоминаться покупателям своим дизайном на курсе вас ждет самая большая плотность проектов у контента фокус именно на практику потому что самое главное на рынке это портфолио так учащиеся делают более 18 работ за 20 месяцев обучения среди преподавателей курса арт-директора и топовые специалисты айти компаний а учащиеся могут выбрать свой удобный темп обучения можно учиться с дедлайнами с группой чтобы вы понимали какому сроку нужно выполнить все домашки а можно выбрать свой темп более медленный или быстрый и сдавать домашние тогда когда удобно и конечно же по моему промокоду по снова вы можете приобрести курс со скидкой 45 процентов а также в подарок получить курс английского для дизайнеров и блок по нейросетям для творческих задач поэтому переходите либо по qr-коду либо по ссылке в описании а мы с евой собираемся гулять девочки рассказываю что уже произошло между прочим 10 утра мы съем и сняли совместное видео на канал где мы готовим печенье возможно она уже вышла на youtube возможно вы увидели может нет очень вкусная невероятно мягкая и при этом хрустящая корочка у него такая приятная хрустящая зеленой гречки там вообще только три ингредиента и их можно уже даже мире но я вот эту корочку вот уберу например и мягкое наполнение дам попробовать все наши вылазки нужно именно планировать под сны мира и их за день всего три но они такие большие первый сон как раз мир и был мы съемок собрались испекли сняли видео и второй сон мира будет это наша уже вылазка на улицу будем гулять если ваши дети не едят зеленую гречку да даже если вы не едите зеленую гречку просто многие не любят зеленую гречку попробуйте это печенье посмотрите кто пришел ты погуляла все хорошо когда пришла его дома так непривычно да не привыкли его дома я не сказочный я не сказочный вот такой первый вот такой да есть куда идем успеть точком большой большой секрет его уже засыпает но сегодня его ты без дневного сна можешь немножко перезагрузиться пока едешь здесь его дома никогда не спит вот когда дома выходные например садике всегда спит вы добрались до парка идем на гору точнее не на гору сначала к горе и дальше уже будем на нее залазить наверное нашла из гороши делали это конечно изобретение гениальное каждый раз говорю такая же крутая штука колеса у нас сейчас такая погода что где-то уже асфальт потому что чистят дороги где-то лед где-то куча мягкого снега и вот нужно переключаться с колес на лыжи с колес на лыжи вот его гора вот справа да я вот несла мою мачу посвечки так прикольно да мягко так прекрасно на самом деле днем побывать парке вот если бы не ела когда бы я так еще сделала я спасибо что просистила мне путь дорогу кажется я пойду по твоим следам но у меня низкие очень луги вот и надо не проваливается потому что она не тяжелая а я вот провалилась уже все все у меня уже все ноги в снегу я вот так нечестно ты не проваливаешься я проваливаюсь зато мы подошли к горе почти а здесь была нормальная прочищенная дорога ну как всегда бесстрашно леопарда смотрите какая высота сердечко йогает иногда она хорошо держит баланс но все равно йогает это я люблю тебя я люблю тебя я люблю дела я я Я тебя люблю, я тебя люблю. Я вижу площадку. Ага. Пойдем туда. Никак не едем туда. А еще я тебя люблю. Я на коне еду. Я конь? А, или это? Ты конь. Никакат такой, да? Ты конь. Это как называются птички? Синички. Так их много, да? Они такие миленькие. Да? А что они там проверяют? Там же ничего нет. Ну, синички проверяют в домике, в кормушке, а там ничего нет. Или я не вижу, но вроде там ничего нет. Скажите, как вам картинка на эту камеру? У меня есть обзор в Reels и в Shorts. Я загрузила обзор на эту камеру, но она, по-моему, просто вау. В детском саду уже сон час. У Евы актив час. У меня уже все. Весна на душе. Видите, я максимально себе лавандовым цветом создаю настроение, создаю весну. У меня лаванда и лавандовый цвет. Это вообще самый-самый весенний цвет. А еще через три недели мы улетаем в Таиланд. И они так быстро пролетят, я уверена, что уже потихонечку мы начинаем собираться, потихонечку начинаем все заказывать, все, что нужно к поездке. Всякие круги, купальники. Мы катаемся на этой штуке. Я в детстве, когда была маленькая, ну как маленькая, мне было лет 14, я себе проломила здесь губу. У меня шрам на губе от этой штуки. Ну, там была другая немножко. Поэтому, Ева, надо держаться очень хорошо. И крепко. Крепко. Здесь сломай тебя. Вот здесь на губе. Не видела? Видишь? Очень было больно. Куча крови было на снегу. Но ничего, это жизнь. Потом заросло. Знаешь, если бы, наверное, эту рану надо было зашивать нормально. Потому что мы ее не зашили. Она просто сама заросла. Заросла так себе. Ну, то есть, как заросла, так заросла. Едем дальше? Вот. Так. А вот она и тоже не подходит. Все, значит, вообще не этот ход. Не такая дорожка, значит. Значит, самая первая не подходила. А если она потом все пойдет? Вот так? По зеленой просто? По кустам, по лесам, по полям. Почему нет? Давай убирай самую первую. Значит, первая не подходит. Вот, которая у Алисы. Да. Давай искать другой ход. Не забывай, что она может делать завороты всякие. Обходить стороной. Нет, это точно нет. Сложно. Ты сама выбрала уровень эксперт. Синяя. Это синего. Забираю себе сливу. И мы должны против каркуши. То есть, главное, чтобы каркуша нас не победила. Вот каркуша собрала уже две. Мы с тобой по одной. Давай, бросай. Желтенькая. Это кто у нас? Какой фрукт? Гуса. А левой рукой сможешь так же отсюда сюда? Левой рукой. Жадание на две руки. Смотри. А тебе удобнее правой или левой? Этой. Правой, да? Я хотела вам показать такого малыша, от которого я в восторге. Это принтер, который моментально печатает наклейкой бумаги все, что вам необходимо. И я как истинная дева и любительница подписывать все это заценила. Вот смотрите. У него есть приложение. Я вам на примере сейчас покажу. Можно тут отредактировать размер, шрифт. Вот, например, я в мире подписываю одежду, чтобы все на нужные места все клали. Пишу print. Смотрите, какая прелесть. Я у себя уже подписала все. Вот видите, как это выглядит? И мне нравится, что это именно напечатано. То есть, нет такого, что ты от руки что-то пишешь. Вот, например, я раньше от руки писала. Может быть, даже это выглядит посимпатичнее. Да, тут какая-то древесная такая у меня клейкая штучка была. Но это все нужно вручную делать. Это дольше. А вот с этой штукой это, конечно, удобно. Потому что здесь все именно в печатном виде. Я теперь хочу подписывать вообще все. Это озон. Я вообще фанатка разделения всяких вот подписей, вот этих разделителей, удобного хранения. Ну, вот раньше я это делала вот так. Так у Евы тоже, например. Карандаши и кисти, краски фломастера, типа вот этот ящичек. Здесь альбом и блокноты. Вот здесь ящик полностью принадлежит лего и конструкторам всяким. И тут всякие на столке игры карточки, пластилин блок и блок с пазлами. Вот этот ящик чаще всего самый такой мусорный. Ну, такой. Он с мелкими игрушками и у него как бы нет определенной цели. Сюда скорее попадают все маленькие игрушки, чтобы они не валялись где-то и они не затерялись. Вот. Но нет такого, что типа вот это только единорогом принадлежит. Вот это только там щенячьему патрулю. Ну, немножко тут как-то есть, но это ненадолго все время. Вот что мои свечи делают здесь, это вопрос. Тем более, что это просто пустая коробка. Ева иногда любит коробки просто. И делать из них праздник. Типа, у нее день рождения, давайте мы подарим ей в коробке игрушку, которая уже у нее есть при этом. Я стояла где. Что? Уже? Угу. Кростя, храни, Бог, доставку еды. Ну, как тебе, Ева, день без садика? Нравится. Не нравится? Нравится. Нравится? Ну, тебе садик тоже ведь нравится? Угу. Интересно иногда так делать, да? Иногда вот так дома оставаться. Угу. Малыш. Малыш? 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 За кого болеёшь, малыш? У нас теннис на дому. Угу. Шшшшшшшш. Я уже Мастер спорта. Ууу. Уууу. Жень отвернулась. Ух, м je неинтересны ваши соревнования. Я буду изучать немецкий язык. Уау-ууу, через голову перекинуло. Уроу. Убежал и пропал Что за движуха скажи? Немножко перейдет еще? Что-то она вертится, вертится Субтитры создавал DimaTorzok